После четырехстолетнего молчания со стороны Бога между последним пророком Ветхого Завета Малахи и началом новой эпохи, Нового Завета, то есть, первая проповедь предвестника Иисуса Христа Иоанна Крестителя была «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Затем, с первого дня явления Христа народом, после сорокадневного поста в пустыне, сказано, что с того времени Иисус начал проповедовать и говорить «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Последнее поручение, которое Господь Иисус Христос дал Своим ученикам перед Своим Вознесением было, чтобы покаяние и прощение грехов возвещено было во всех народах. И затем, в день Пятидесятницы, когда сошел Дух Святой, Петр говорит «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Дальше мы находим, что основная тема апостола Павла перед язычниками и евреями была покаянием перед Богом и вера в Иисуса Христа. Итак, мы видим, что покаяние было основным предметом проповеди Иоанна Крестителя, Иисуса Христа и апостолов. «Покайтесь, покайтесь, покайтесь», – так говорили все они. Да, и по сей день желание нашего Господа является, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И поэтому, если Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, то как важно, чтобы мы знали, что значит покаяние в библейском смысле этого слова. Коренная мысль древнееврейского слова «переведенное покаяться» в Ветхом Завете означает воздыхать, печалиться, сожалевать о содеянном плохом поступке. В Новом Завете, то есть в греческом подлиннике, слово «покаяться» означает переменить взгляд или переменить мнение. Однако мы должны всегда помнить, что одна печаль о грехе еще не есть покаяние, а только один аспект его. В чем же тогда выражается подлинное покаяние? Пророкам Яилиям Господь говорит «Обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте плача и рыдания, раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши». Вы припоминаете, когда неневитяне поверили пророку Иону, когда он говорил, что через сорок дней неневия будет разрушена, «то объявили неневитяне пост и оделись во вретище от большого из них, как говорит Слово Божие, до малого и начали вопить Богу». Таким образом мы видим, что истинное покаяние, во-первых, выражается в глубокой скорби о грехе, самоунижении и самоотречении. Но это еще не все. Покаяние должно выражаться также в исповедании греха. Но покаяние еще не совершено, если грешник не оставил свой греховный путь. со всеми его беззакониями, идолами и другими злыми поступками. Поэтому мы можем заключить, что формулой покаяния является скорбь о грехе, плюс исповедание греха, плюс остановление греха. Это и равняется покаяниям. Таким образом, одна скорбь о грехе не есть еще покаяния. Многие преступники и пьяницы, и прелюбодеи сожалевают и скорбят, что они таковые. Но никогда все-таки не каются. Есть также такие, которые исповедуют грехи. Но и одно такое исповедание не есть еще покаяния. Притом одно остановление греха тоже не есть библейское покаяние. Люди сильной воли могут оставить какую-нибудь греховную привычку без того, чтобы пережить истинное покаяние. Библейское покаяние можно назвать только такое состояние, когда налицо имеется и скорбь о грехе, и исповедание греха, и остановление греха, как было указано в нашей формуле. Стоя перед царем Агриппой, апостол Павел хорошо суммировал полное значение покаяния словами «я не воспрепятствовал небесному видению», но проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. В этих словах апостола Павла мы видим двоякий аспект действительного покаяния – отрицательную и положительную сторону. Точно так же, как электричество требует два заряда – минус и плюс, чтобы произвести энергию, так и покаяние, приносящий плод, угодный Богу, имеет и отрицательную сторону, и положительную. Как один заряд без другого не может произвести энергию, так и покаяние недействительно, если не имеет этих двух аспектов. Но дальше отметим, что скорбь о грехе, исповедание греха, остановление греха – это отрицательная сторона спасения. И только тогда спасение проявит всю силу, когда грешник, покаявшись, обращается к Богу, возлагая полностью свою веру и свое упование на Сына Божия Иисуса Христа. И силою, не своей, но Божией, начинает приносить плоды, достойные покаяния. «Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному», было сказано верующим в Фессалониках. Они отказались, оставили идолов своих – это была негативная сторона их покаяния. А чтобы служить Богу – это положительная сторона. Поэтому, дорогие мои радиослушатели, пусть никто никогда не забудет, что прощение грехов возможно только верой в Господа Иисуса Христа, и что само покаяние является даром Божиим. Дело, которое совершил наш Господь Иисус Христос на Голгофском кресте, сделало наше спасение и оправдание от всех грехов возможным. Закон говорит, душа, которой согрешит, должна умереть. Но теперь, благодарение Богу, от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Покаяние и прощение грехов тесно связаны друг с другом. В 5 главе и в 31 стихе Деяния Апостола сказано, «Его возвысил Бог десницую Своею, то есть Иисуса Христа, дабы дать покаяние и прощение грехов». Эти два дара приходят от той святой руки, которая некогда была пригвождена ко кресту, а теперь находится во славе небесной. Покаяние и прощение связаны вечным предопределением Бога. А что Бог сочетал, то человек да не разлучает. Итак, мой дорогой друг, если ты еще не покаялся, не возложил всю твою надежду на Иисуса Христа, твоего Искупителя и Спасителя, то сделай это сегодня. Прими сейчас этот дар Божий, и ты будешь иметь жребий со святыми. Пусть Господь тебе поможет в этом. Аминь.